Девочка-пай Нам понадобится холодный фарфор В этот раз у меня с синей упаковкой Шарик от 0,5 до 0,7 мм В зависимости от размера и то, как вам удобнее будет с ним работать Пинцет Острый стек Ножнички Масляные краски Желтая, зеленая и пурпурная Файл для раскатывания глины В этот раз я нашла проволоку для бисероплетения в оплетке 0,6 мм На ней попробуем делать Или можно использовать проволоку 0,3 мм Простую, без оплетки Тейп-ленту Желательно белую Линеечку Для вставления в ствол Необходима будет проволока 0,1 мм Найдет 1 мм В холодный фарфор я добавила очень маленькое количество зефирной глины И начнем лепить крокусы с тычинок Берем очень маленькое количество глины И тычинка у нас должна получиться в 3 см Вот подставили к линейке Пальчиком отмерили необходимую длину И начинаем обтягивать Очень тоненько До самого конца Прокрутили В пальчиках И до центра с краю Прижали Видите, она более плоская становится И пинцетом дополнительно Истончаем края С одной стороны И с другой стороны И в одну сторону Скручиваем Получившиеся края И в таком положении Оставляем сохнуть Еще раз Получается Приблизительно горошина В 3 мм Примерили 3 см И плавный переход толщины У основания чуть толще Края тоньше Края тоньше Края тоньше Выровняли До середины Сплющили И края Еще раз Пинцетом Истончили И скруглили в одну сторону Таких тычинок Три Вот Третью делаю Третью Третью теперь сама серединка главная тычинка пистик делаем маленький крючок плоский также отмеряем 3 сантиметра берем уже побольше где-то 5 миллиметров горошина и начинаем плавно обтягивать дошли до петельки плавно прокрутили ствол и там где у нас внутри петелька мы делаем утолщение капельку на конце кладем в пальчики и сейчас наша задача эту каплю расплющить в юбочку можно помочь более маленьким шариком сначала вовнутрь продавили расплющиваем по бокам аккуратно прокручиваем и делаем насечки от центра к краю такие определенные складки эти складочки теперь мы нарезаем такие идеально ровные поэтому их немного распушаем или собираем создавая неровности еще раз поправляем чтобы у нас плавный переход толщины был и в таком положении оставляем сохнуть необходимо вырезать из бумаги будущую форму лепестка вот ее размеры сантиметрах глину я раскатала на семерке на паст машине уже вырезала и обязательно истончаем края аккуратно снимаем я работаю сразу шестью лепестками первое что мы делаем это оставляем проволочку выкладываем на пальчик вот для этого нам необходимо очень тонкая проволока и от самого начала ножки вставляем проволоку до сюда то есть во всю ножку и прижимаем аккуратно кладем и следующий за время пока мы будем вставлять проволочки глина подсохнет и с ней можно будет дальше работать она не будет липнуть к инструментам проволоку я обычно беру длинная хотя бы сантиметров восемь лишнее всегда можно отрезать нежели потом мучиться и продлять если у вас не получается вставлять проволоку в такие тонкие слои можно попробовать сначала делать их потолще научиться вставлять а затем уже переходить на более тонкие слои глины шестой подбираем шарик необходимого размера но это где-то 07 сперва прокатываем края кроме ствола и внутри можно обратно вот более крупным в центре и по краю прокрутили и оставляем сейчас мы еще к нему вернемся кому-то удобно маленьким это искруглять мне когда когда я большим делаю когда маленьким и обязательно край очень хорошо истончаем видите насколько и скругляем точнее кроме ствола кроме ствола кроме ствола и и и и и и и и и край и и в центре и самый край и и берем устой стек кладем на указательный палец и от середины по середине ствола проводим центральную линию и по ней ножку и скругляем так вот придавили и прокручивающими движениями и скруглили видите какая ложечка получается и вот в таком положении на ячейки на ячейки из под яиц укладываем и оставляем часа на два центральную провели прожилку и ствол скруглилим и один до недели еще Продолжение следует... Пока сохнут наши листики, можно подготовить закрытые бутоны. Для этого берем поволоку, делаем обязательно петельку и с фольги формируем овал. Не принципиально какого размера, главное, чтобы он не превышал размер 4 см открытого цветка. То есть в один, в два, в три сантиметра. Вот такой ровно. Его обтягиваем глиной. С плавным переходом на ствол. У меня, конечно, уже сейчас разведенный необходимый цвет, но чуть-чуть попозже я вам расскажу, как его делать. И немного тонируем. Самый носик активно. И чуть-чуть растерли. И оставляем сохнуть. К нему мы еще тоже вернемся. В глину добавляем очень маленькое количество зеленого цвета, так чтобы получился нежный, мягкий, еле заметный зеленый оттенок. Раскатывать глину будем на шестерке. Единого размера листьев нет, поэтому можно вырезать любую форму. Длинные треугольники. От толстого к очень тоненькому. Выравниваем. Обязательно истончаем края. Выкладываем. На один цветочек я обычно делаю два листика. с одной стороны и с другой. Ну и конечно вставляем проволоку. Будем стараться максимально до середины. Я всегда армирую каждый листик и лепесток, чтобы быть уверенной, что в случае падения конструкция выдержит и не сломается. Обязательно сплющиваем место введения. И второй. Если посмотрим, у них только в центре. Очень светлая полоска, а края темным цветом. И второй. Выкладываем на указательный палец. И от самого края по центру. Сначала легким движением намечаем центральную прожилку. И еще раз. Чтобы она сильнее углубилась. К краю она широкая. Можно основанием, острием продавить. И вниз головой оставляем сохнуть. Провели центральную линию. Несколько раз. И краю ее сделали толще. И немного искруили. В желтую мы добавляем капельку пурпурной. Чтобы получился такой морковный оттенок. И добавляем небольшое количество разбавителя. У меня номер один. Тщательно перемешиваем. Окрашивать будем от носика к стволу. Самый носик очень ярко. То есть много накладываем краски. И по бокам добавляем яркости. И плавно растушевываем. То есть в центре у нас получается светлее. И к стволу цвет становится невидимым. То есть мягким. Получился плавный градиент от яркого к светлому. С одной стороны. И то же самое с другой стороны. Самый носик ярко. И плавно растираем к низу. Создавая градиент. Таким образом окрашиваем все шесть лепестков. Теперь в небольшое количество этого же цвета добавляем еще капельку красного. Вытираем кисть. И прокрашиваем самые края. С одной стороны. И с другой стороны. Плавно растираем. Чтобы получились такие огоньки. Макушечку. Только макушечку. Наши тычинки. Крашиваем по такому же принципу. Самые края немного желтого цвета. Так же как и пистик. Сперва желтый оттенок. С плавным переходом. А потом немного оранжевого яркого. Сперва желтого цвета. Так же как и на тычинках. Самые краешки. Сперва желтого цвета. Сперва желтого цвета. Сперва желтого цвета. Три. Два. Три. Два. Три. Три. Истончаем края. Здесь можно работать без проволоки. Аккуратно выкладываем. Даем время подсохнуть. А пока они подсыхают я продолжу тонировать ярко-оранжевым краям. К краям. В нашу заготовку добавляем небольшое количество желтого цвета. С одной стороны и с другой. Плавный переход. Все три капельки. Так легче потом будет их протонировать дополнительно. кладем на ладошку и прокручиваем и скругляем. в самый край. Также в ложечку. Обратите внимание что самый носик я не трогала. цветом. Иначе у нас сейчас все это не приклеится. смазываем тщательно основу. и одеваем первый лепесток. Между лепестками у основания будут оставаться небольшие просветы. Если внимательно посмотреть. Вот видно. Вот видно. Это даже хорошо потому что так создается ощущение, что там еще дополнительные три лепестка. Следующий делаем на. Первый накладываем. И третий между ними. Так же накладывается поверх. Мягкими движениями придавили. И у основания лишнюю глину или опускаем или убираем. Вот у меня хватило даже превратить в ствол. Вот такой вот бутон. И более активным цветом. Так же оранжевым. Прокрашиваем самые края каждого лепестка. С плавным переходом. Градиентом. от одного цвета. Другой. Наши листики подсохли. Накладываем зеленую. Обязательно добавляем небольшое количество растворителя. Разбавитель. С изнаночной стороны это чисто зеленый. Самый край ярко. К низу превращается в тонкий слой. Мягкий. К низу превращается в тонкий слой. В этот зеленый цвет. Добавить капельку красного. Чтобы приглушить оттенок. И он получился такой глухой. Глубокий. Но при этом насыщенный зеленый. Глубокий. И прокрашиваем самые края. Кроме центральной прожилки. Так же оставляем хотя бы полсантиметра нетронутым. За них мы будем приклеивать. С одной стороны провели линию. В самый край. Очень активно. Вот этот. И с другой стороны. 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 Paleем подKK. С другой стороны. И с другой стороны. Добавляем еще капельку красного. и самые края очень активным цветом скручиваем наши тычинки вместе прикладываем проволоку и фиксируем тейп лентой лишнюю проволоку можно обрезать смазываем клеем вот эту часть приблизительно в пол сантиметра и у основания там где начинаются тычинки прикладываем много клеем видите, оно больше чем на середину получается тычинки можно делать меньше у каждого цветка это индивидуально с другого бока еще один и проверяем так, чтобы они смыкались на одном уровне и третий лишнюю глину отрезаем будьте аккуратны, не обрежьте проволоку и еще три второй ряд мы приклеиваем тоже на одном уровне между предыдущими так, чтобы при смыкании всех лепестков они были на одном уровне и еле зала убираем лишнюю глину чтобы получился плавный переход толщины от лепестка стволом теперь нужно подрезать руку и зафиксировать все тейп лентой берем глину оборачиваем протягиваем вверх на лист и опускаем здесь уже будет зависеть от вашего желания высота цветка кладем ладошки и прокручиваем немного смачиваем основание и распределяем глину для того чтобы не было видно перехода и вниз головой оставляем сохнуть берем глину из пачки делаем длинную колбаску и и сплющиваем и растираем очень тонко в длинную аккуратно открываем и дополнительно делаем фактуру проводя линии в хаотичном порядке на кисточках у нас остались оттенки самый край мы добавляем желтый с одной стороны с другой стороны немного зеленого берем наш цветок добавляем зеленой краски по самому низу до середины лепестка и у них по стволу точные линии эти линии мы опускаем от лепестка каждого получается 3 аккуратно снимаем эту пленку так как она у нас липкая с одной стороны не требует дополнительно клея прикладываем и слегка оборачиваем самый край пусть остается свободен можно его тоже немножечко и загнуть помять и самым последним этапом приклеиваем наши листья с одной и с другой стороны у самого основания после того как холодный фарфор высохнет эта пленочка станет прозрачнее и будет смотреться очень интересно также у маленького бутона делаем пленку и маленькие листья для фиолетовых я использовала фиолетовый химокритон и фиолетовых пропорциях приблизительно одинаковых то есть 50 на 50 и по такому же принципу как и желтые окрашивала их хорошо это кстати у меня получается прощается у меня Продолжение следует...